Всем привет! На днях прогремел достаточно громкий скандал, который зацепил у меня, потому что я слегка, так сказать, могу быть причастна к тому, что происходит. Могу начать с того, что где-то полгода или даже, может быть, чуть больше месяцев 7-8 назад я наткнулась в своих рекомендациях на очень интересный канал. Сама по себе я достаточно сильно люблю читать про психологию, покупаю большое количество литературы, подписываюсь на ютуб-каналы блогеров и людей, которые связаны со сферой психологии, например, получили образование в данной среде и слушаю их подкасты с огромным удовольствием. Так вот, и полгода назад мне в рекомендациях выпал интересный канал, который назывался Лина Дианова. Так, я думаю, и зовут ведущую девушку этого ютуб-канала. Она себя позиционирует как гештальтерапевта и клинического психолога. Я помню, что много раз в своих видеороликах и тоже интервью, которое она давала относительно недавно, она затрагивает тему своего образования, того, где она училась, какие сертификаты получила, какой опыт работы у нее, в принципе, в общем есть. И таким образом, по крайней мере, мое доверие она точно смогла получить. И таким образом я подписалась на ее канал и следила достаточно долго за ее творчеством, потому что действительно девушка очень красивая, очень интересная, а к тому же и ее заболевание лапеция, то есть у нее не растут волосы на голове, достаточно сильно привлекает внимание зрителей. Ее образ также такой яркий, красивый, неординарный. Это действительно может привлечь большую аудиторию. Тоже возвращаясь к ее болезни, это также, я так полагаю, по крайней мере, и по комментариям вижу других людей, с которыми я согласна, что после того, как многие узнали, почему она высая, ее историю, как ее булили в школе, как над ней издевались взрослые, как детям запрещали общаться с ней, ты еще более располагаешься к этому человеку, потому что это не просто идеальный человек, который снимает видеоролик и не показывает свою жизнь совершенно никак, просто идеальная картинка. А этот человек, который пережил достаточно сложные ситуации в жизни, имел какие-то страдания, тоже буллинг и достаточно сложная тема для любого человека в школе, когда ты находишься в коллективе, и тебя этот коллектив просто-напросто не принимает, а тебе нужно учиться в данном заведении 11 лет, ну или 9 лет. Вот, и прогремело, так сказать, на весь интернет, на весь YouTube скандал, Мила, девушка-блогер тоже, я посмотрела ее YouTube-канал с удовольствием, она ведет достаточно интересные видеоролики о себе, о своих психологических проблемах, о своих комплексах, тоже затрагивает темы с аниме, которые мне интересны. И она сделала 6 дней назад, если не ошибаюсь, разоблачение Лины Диановой. Единственное, что меня смутило в этом ролике, то, что в ней было огромное количество агрессии, которая прямо чувствовалась через экран. То есть, когда я смотрела, и она показывала, например, какие-то жестикуляции руками в камеру, когда она действительно так говорила сквозь зубы, проговаривая моменты, когда Лина Дианова говорит о том, что в психологии абсолютно нормально, когда человеку, который приходит к тебе на сеанс, ты можешь сказать, что да иди и выкинись из окна, тогда сделай, бей себя, и все. На этих моментах девушку прям выносила полностью, и видно, скорее всего, того, что эта тема ей достаточно близка, когда психолог неэтично себя ведет, когда он применяет какие-то достаточно странные методы помощи человеку, которому очень плохо, которому нужна поддержка. По крайней мере, лично я, работая с психологом, понимаю, что придя на сессию к человеку, если бы я сказала о своей проблеме, например, творческого выгорания, которое сейчас меня преследует, то мне бы сказали, ну и ладно, когда не занимайся творчеством, ну все, пойди работай официанткой, и будет тебе счастье. Зачем тебе это творчество? У тебя нет никакого таланта? Я бы очень сильно загналась, как минимум. Полагаю, что я бы даже, наверное, какое-то время перестала бы полностью рисовать и действительно бы задумалась о том, что человек, у которого есть высшее образование, квалификация, если он мне это советует, то, а вдруг действительно, так сказать, в этот момент достаточно уязвленный, когда ты открываешься перед человеком, оголяешь для него свою душу, и он говорит тебе такую гадость. Думаю, что это сложно. Думаю, что даже я бы купилась на этот прием, да, как полагает Лензианова, я бы, думаю, что тоже радикально поступила бы, выйдя из кабинета психолога, когда мне бы такое посоветовали. Вот. Видеоролик, опять же, повторюсь, я посмотрела. Мне понравились аргументы, приведенные факты из разных видеороликов, которые она озвучила. Также действительно были странные моменты с ее высшим образованием, когда какие-то документы сайта и какие-то слова, которые она произносит на своих видеороликах. На ее сайте также какие-то материалы и ее сертификаты, они, так сказать, не подтверждают ее слов из интервью. Вот. И, кстати говоря, я думаю, немаловажно будет привести такой замечательный канал, который я смотрю, наверное, со своего подросткового возраста, который также до того, как я увидела видеоролик Миланы, подтолкнул меня на то, чтобы подумать своим не всегда работающим мозгом о том, что Лена Дианова, как психолог, может быть, не так уж и можно выразить, я думаю, что я могу выразиться так, непрофессионально себя ведет в своих интервью и достаточно предвзято, что, я думаю, может навести на мысль, как, например, это озвучивают на YouTube-канале, я прочитаю, потому что могу, к сожалению, ошибиться, не хотелось бы это делать. Канал называется ИБ, ведущими которого являются Давид Бабаджанян и Мурат Исмаилов. Вот. И у них выходили очень классные видеоролики, которые я смотрела с большим удовольствием, в которых участвовала Сара, лингвист, которая преподает английский язык. Мне ее тоже, правда, очень приятно смотреть. Такая прекрасная девушка, я даже на нее подписалась, потому что, хоть и не хожу на ее какие-то курсы, точнее, не курсы, а на ее уроки, она, как я понимаю, такой частный педагог, мне было бы интересно с ней, конечно, поработать, но пока что не доводится, не довелось время. Вот. И, так сказать, Давид вместе с Сарой разбирали несколько ее видеороликов. Если я не ошибаюсь, видеоролики были связаны с программой Куб, где приходит человек или даже несколько человек, по-моему, группа людей, и она, так сказать, разбирает с помощью вопросов этих людей, так сказать, комментирует, например, какова вероятность того, что они могут заменить в отношениях, или какова вероятность того, что они достаточно нарциссичны, к примеру. Тоже вижу, например, у них есть видеоролик на канале «Маньяк-психолог Ютуба» Лина Дианова набросилась на, видимо, девушку. Если не ошибаюсь, это, да, это был разбор, который делала Лина Дианова, интервью, на которое пришла Диана Исакова, и в котором она действительно очень предвзято себя вела. То есть девушка рассказывает о том, что она хотела покончить с собой шесть раз, на что Лина Дианова говорит, мол, шесть раз, и не получилось, все понятно с тобой. Мало хотела, не смогла, значит, не считается. Если жива сидишь, значит, это какая-то наигранность. Это достаточно странно. Вот. И что я могу из всего перечисленного выше сказать? На самом деле, это просто был вопрос времени. Такой громкий бум, который произошел буквально на днях. Также я думаю, что немаловажным фактом, который спровоцировал этот бум, было то, что этот видеоролик «Развлачение» Милы репостнули в своих социальных сетях, телеграммах, если не ошибаюсь, два других крупных блогера упомянули это «Развлачение», и таким образом тоже подлили масло в огонь, из-за которого случился такой большой, даже не могу назвать конфликт, потому что Лина Дианова, то, что не ответила на этот видеоролик и на все, так сказать, вопросы своих зрителей, она просто сказала, что не комментирует такие, так сказать, видеоролики. Думаю, что ее, не знаю, даже, как сказать, маркетолог, который занимается ее YouTube-каналом, или люди тоже, которые вместе с ней участвуют в проекте Лина Дианова. Думаю, посоветовали ей не комментировать ситуацию, потому что на большое количество оскорблений аудитории, на такие агрессивные видеоролики, потому что, да, видеоролик Милы достаточно грамотен, он приводит большое количество достаточно верных аргументов, на которые хотелось бы увидеть ответы, но логично, что, что бы ни записала Лина Дианова, на это отреагируют люди достаточно яростно и, скорее всего, негативно. Им не хватит ответов на все эти вопросы, потому что публика хочет крови и зрелищ, а не спокойного разговора и какого-то там, ну, каких-то там достаточно спокойных риторик, диалога. Хотя, как я помню в последних из видео, Давид Бабаджанян предлагал, так сказать, чтобы Лина пришла на дебаты к ним в студию, достаточно спокойные дебаты, где не будет оскорблений, где они просто поговорят, и где она ответит на, думаю, парочку интересных вопросов. Вот, но она отказалась, по-моему, даже не то, что отказалась, она вроде как сказала, что его ютуб-канал недостаточно популярен или недостаточно интересен для нее, и она не хочет связываться, так сказать, с такими событиями, по крайней мере, свое имя порочить не хочет. Но, с другой стороны, конечно, это имеет обратную сторону, что если человек не хочет идти на дебаты и отвечать на вопросы, то что он скрывает? Потому что человек, который боится заходить в диалог с другими людьми, скорее всего, не хочет отвечать на неудобные вопросы. Это как минимум. Вот. И сейчас тоже перечислю парочку моментов, которые меня зацепили и были достаточно неинтересны. Я увидела комментарии людей, которые даже выписала свою тетрадочку. И мне бы хотелось тоже прокомментировать некоторые моменты, которые меня задели тоже как зрителя. Потому что, как ни крути, хоть я и снимаю видеоролик на эту тему, я, как и все абсолютно, которые собрались, так сказать, в этом всем котле безумия. У меня также есть некоторые моменты, которые мне интересно было бы узнать и в других людях, которые также верно выразились под видеороликами и Милы, и Лины Диановой, и ИБ, и так далее, и так далее. Вот. Мне очень понравился комментарий. Я забыла упомянуть еще один YouTube-канал, который я люблю смотреть. Он называется, по-моему, «Психолог истинного Анастасия». Тоже достаточно интересный блогер, которого интересно послушать, потому что она так размеренно, спокойно все рассказывает. Достаточно простым языком. Но вместе с этим может привести какие-то интересные факты. Вот. По образованию она психолог, если я не ошибаюсь. Извините, пожалуйста, если как-то неправильно назвала вашу специальность. Вот. Очень классный комментарий, который написали. «Начинала смотреть Дианову, но стала замечать физиогномику, язык тела и постоянным истероид, истероид, истероид. Считаю ее шикарным маркетологом, потому что она вызывает доверие. Психолог она так себе, судя по видео. А все же ждала разбора со стороны работника сферы психологии. Спасибо за разбор». Мне очень понравился в этой комментарии такой вот момент, когда упомянули действительно интересный факт, который прям бросается в глаза. Диана Дианова очень часто в своих видеороликах, почти в каждом, говорит о том, что это истероид. И она также припоминает, что она истероид. Ей достаточно приятно, я так полагаю, показывать людям, что она, так сказать, гордится своим типом личности. Вот, это достаточно интересный момент. И я бы хотела привести тоже такое изречение, к которому я пришла. У меня появилось такое ощущение на протяжении большого количества ее интервью, каких-то роликов, которых она упоминает о своей жизни. Я обратила внимание на то, что, как и Мила, которая записывала видеоролик, на то, что она очень часто путается в своих изречениях. Она путается в своей биографии. Очень часто она может сказать и упомянуть о том, что работала она психологом каждый день, каждый день принимая по 8-7 человек в день. И по одному часу с каждым она зарабатывала по 500 рублей, потом резко подняла цену до 1000 рублей в час. А потом раз и 30 тысяч рублей за один час для того, чтобы меньший контингент мог попасть на ее сессии. Вот. И меня тоже смущают такие моменты про буллинг в школе, когда она в какой-то момент упоминает о том, что ее булили в школе одноклассники, и у нее вообще не было никаких друзей. Потом в другой момент она может сказать о том, что у нее была подруга, которая ее предавала, видимо, для, знаете, такой контрастности. То есть человеку хочется показать другим людям, что... показать картину даже, могу сказать так, вот этот контраст, что только один человек был рядом со мной, но даже он меня предал. Вот. Это, конечно, на самом деле грустная история, но просто проблема в том, что это не увязывается с другими ее интервью, потому что, к сожалению, везде все по-разному. И мне очень понравилось, как сказала и выразилась истинно Анастасия о том, что ощущение, что Лина Дианова пока сама еще не знает, какой хочет предстать перед своей аудиторией. Хочет ли она быть дерзкой, яркой, именно той женщиной, девушкой в медийной сфере, которая будет раздавать всем щелбаны и критиковать, и ставить на место. Или она хочет быть такой милой женщиной, девушкой, которая пережила сложный стресс в своей жизни, и она хочет дарить, я думаю, своим зрителям радость, спокойствие, показывать, что не все так плохо, и что, пережив такой сложный, достаточно грустный опыт, человек не становится зверем. Вот, потому что, кстати, говорят тоже, она частенько говорит о том, что она любит людей, она упоминает, что для нее самое важное в ее консультациях и в ее работе то, что люди будут счастливы, им станет легче. А с другой стороны я вижу достаточно странное интервью, где она тоже упоминает, и с достаточно такой яростью говорит о том, что люди с психическими отклонениями ее вымораживают. Она, даже язык ее тела показывает, что она не то что даже взволнована, а что у нее какая-то как будто бы ненависть к людям, которые приходят к ней или приходили к ней со своими такими житейскими проблемами. Вот, и также опять, как Мила совершенно верно сказала о том, что Лина Дианова сначала говорит о том, что ей важны люди, она любит людей, а потом она не забывает упомнить о том, что для нее важны деньги. И, кстати говоря, огромное количество очень достаточно странных и вызывающих вопросов. Ее курсы, которые она выпускает, один видеоролик 60 минут, и это стоит несколько тысяч рублей. Это весьма странно. Я думаю, что большое количество информации, которую она может приводить в своей, так сказать, блогерской деятельности или курсы, которые она выпускает, можно найти в тех же самых книгах, которые продаются у нас на полках или совершенно спокойно скачиваются в PDF-файле с сайтов. Вот, по этому поводу я высказалась. Мне кажется, что, как ни крути, психолог, который работает в медийной сфере, должен быть чуть более стабилен, должен проверять то, что он говорил ранее, как, в принципе, любой блогер, я думаю. Если ты начинаешь заниматься таким более медийным, медийной сферой деятельности, то он хотя бы не путается в своих показаниях, если ты начинаешь врать. Вот. И следующий тоже комментарий, который меня заинтересовал. Я его выписала. Мне он тоже понравился. Существом так. Если бы Лина указала в начале видео, что это просто развлекательный контент, а она просто ведущая, которая делает обзор на видео, то претензий не было бы никаких. Она мало того, что выставляет себя психологом, так еще и обесценивает проблемы диагноза людей. Окей, вот. Этот комментарий мне понравился тем, что действительно я смотрела ее обзоры и на каких-то популярных блогеров, какие-то достаточно сложные темы, как, например, меня заинтересовал такой вот шаблонный момент. Шаблонный, потому что часто встречается, я думаю, такое вы тоже видели, с Юлией Онежко и Дарьей Каплан, которые относительно недавно, это было в августе, развелись. И этот момент меня заинтересовал. Меня заинтересовало то, что она может сказать вообще на эту ситуацию, потому что хоть ситуация из ряда вон выходящая, но достаточно часто встречается, когда человек в один день говорит тебе или говорит своему любимому человеку, с которым он встречается, о том, что я тебя разлюбил, прямо сейчас, без смс-регистрации, буквально в эту минуту все кончено. Вот, и ты понимаешь, что действительно у человека очень низкая эмоциональная даже как-то подкованность, то есть он себя не чувствует совершенно, он не может поймать себя на осознании того, что он не любит человека. Это же достаточно тонкий момент, который проходит в течение большого количества времени, когда тебе не нравится один факт в человеке, второй, третий, четвертый, пятый. Не будем углубляться в эту тему, на самом деле сказать можно многое. Так вот, и что я хочу сказать? Мне позвонили. Так вот, и я смотрела ее, так сказать, обзоры, психообзоры, она это так называет, и меня смутило действительно то, что в начале психообзоров она упоминает о том, что она психолог, что она гештальтерапевт. Ну, кстати говоря, я особо сильно и не увидела, что она применяла гештальтерапию на протяжении своих психоразборов. Там она скорее поверхностно разбирает личности людей, их поступки, их, так сказать, тоже выводы в интервью, которые они сами озвучивают. И она также это все комментирует достаточно простым, общим языком. И без, в принципе, ее обзоров было бы каждому человеку, я думаю, понятно, что здесь происходит. Просто, я думаю, аудитория набирается у таких каналов, потому что ты понимаешь, что человек имеет образование, и ты хочешь увидеть подтверждение. Ты хочешь увидеть, что человек, у которого есть образование, есть практика работы с, так сказать, разными психиками людей, ты хочешь услышать, что да, я тоже так подумал, я тоже понимаю, я шарю в этом всем, я же читаю, я же изучаю. Я тоже была одним из таких людей, который также искал подтверждение своих слов в профессионале, который имеет большую аудиторию. Вот. И, естественно, логично, что Лена Дианова понимает маркетинг, будет работать хорошо, и аудитория будет приходить к ней, если она будет разбирать достаточно популярных личностей, и также, помимо этого, если она будет, так сказать, много добавлять перчинки в свои разборы, где она там, можно сказать, какое-то слово маленькое, где-то дать комментарий, достаточно странный, достаточно яркий, и такой вот запоминающийся, за которым можно, кстати говоря, зацепиться как раз-таки и задаться вопросом, психолога ли я смотрю. Вот. Поэтому я думаю, что эта претензия достаточно верно звучит, хотя, с другой стороны, обвинять в непрофессионализме Лену Дианову мы не можем, потому что мы не были на ее консультациях, и мы не знаем, какой манерой она их ведет. Мы не знаем, скольким людям она помогла, смогла ли она, в принципе, помочь, и действительно, советовала ли она на своих консультациях людям выйти из кабинета, так сказать, и уж покончить с собой, если решил, что уж там томить, так сказать. Вот. И поэтому действительно в каких-то моментах я могу согласиться с людьми, которые пишут комментарии, в которых появились достаточно такие интересные вопросы к данной женщине, данному специалисту. Даже я видела интересные комментарии, которых я не знала, где психологи пишут о том, что следят за творчеством данной девушки, и они удивлены тому, что психологам, в принципе, в сфере медийности и, так сказать, ставить диагнозы людям, разбирать других людей без их ведома разрешения, в принципе, это не профессиональный подход, который запрещен в сфере психологии. Вот. Это тоже были интересные моменты, которые, к сожалению, я вообще даже и не знала. Как-то так. И в заключение, как обыватель, не специалист, а человек, который просто, как и вы все, сидит на ютубе, смотрит образовательный контент, который интересуется тем, как узнать больше, о том, как реагировать более спокойно, о том, как быть более продуктивным. Тоже отчасти это, я думаю, можно найти в видеороликах Ленины Диановой и на ее ютуб-канале, и на каналах, которых она, так сказать, устраивает коллаборации. Я также видела видеоролики с комиками, где она, так сказать, обсуждает с медийными личностями их проблемы, вопросы буллинга, вопросы измен. Я, как обыватель, хочу видеть все-таки искренность в человеке, который ведет такие серьезные ютуб-каналы. Я бы очень хотела, правда, видеть, что человек действительно это делает только ради денег и не кичиться тем, что носит какие-то дорогие вещи, тем, что может позволить себе отдых в дорогом отеле, ресторане. Мне действительно все равно, кто что носит, честно скажу. Даже то, что ношу я, это просто не брендовая одежда, это одежда, купленная в обычных магазинах, и у меня нету какого-то позерства, и я не ищу в других людях какую-то, знаете, визуальную дороговизну. Мне бы хотелось видеть, наверное, более творческих людей на платформе, которые действительно искренне хотят создавать что-то интересное, хотят помогать другим людям, хотят делать такой контент, потому что действительно есть классные видеоролики, я их смотрела Лины Диановой, которые действительно могут помочь тебе, которые действительно могут дать дельный совет и сделать твою жизнь намного проще, лучше и удобнее. Но за любым YouTube-каналом, за любым видеороликом, как, например, мой видеоролик, стоит живой человек, который тоже имеет какие-то увлечения, интересы, который даже имеет свою историю, потому что рассказывая, если ты хочешь рассказывать людям о себе, то, что ты пережил, то, конечно, лучше делать это более искренне и с открытой душой для аудитории, а не в качестве выгоды, чтобы тебя пожалели, а потом ты случайно скажешь другой факт из своей биографии, и уже у людей будут вопросы, а правду ли ты меня сказал тогда, а все ли было правдой, что ты говорил. Почему я, в принципе, не доверяю и не особо, как-то, знаете, так сказать, симпатизирую блогерам, потому что я понимаю, что за видеороликом может стоять совершенно другой человек. Если он тебе говорит о том, что он лапушка, такая вот милая, милый цветочек, то, естественно, в жизни это может быть не так. Все-таки мы люди, так сказать, многогранные. В один день мы можем быть добрыми, спокойными, аккуратными, рассудительными, а в другой день мы можем такими быть злюшками. И я тоже не исключение. Я бываю злая, бываю глупая, бываю расторопная. То есть, когда я достаточно могу сделать поспешные решения, когда я могу сказать что-то действительно глупое и странное. Даже этот видеоролик может быть моей глупостью отчасти. Я не хотела свой YouTube-канал... Ну, я хотела экспериментировать, но я не хочу свой YouTube-канал делать, как, знаете, комментатор блогеров. Мне это не особо интересно, но из-за того, что я смотрю Лену Дианову уже достаточно долгое время, я действительно была удивлена тому, что сейчас происходит. Но, по-моему, я уже упоминала в видеоролике, что это был вопрос времени. Я уже замечала на протяжении каждого видеоролика у нее, что ей нужна популярность, ей нужны деньги. Она делает это все не для того, чтобы помочь людям, для того, чтобы привезти больше людей, которые купят у нее консультацию. Привезти к себе людей, которые купят ее курс. В принципе, привезти людей, которые отдадут ей свои деньги. Вот. И это весьма грустно. Вот. Как-то так примерно. И, наверное, последнее, что я хочу сказать. Не думаю, что этот видеоролик наберет много просмотров. И если вдруг вы зашли на этот канал, потому что вы действительно, как и я, смотрели Лену Дианову, или посмотрели разбор прекрасной девушки Милы, или смотрите Анастасию Истинову, то я думаю, что логично будет сказать, что все мы люди взрослые, и что каждый из нас принимает решение самостоятельно. Смотреть этого человека, не смотреть, доверять ему или не доверять. Я бы, находясь на своем месте, сказала бы так, что я людям не особо сильно доверяю, и я не хочу, и, в принципе, не имею такой надобности, как полностью посвящать свою жизнь или какую-то деятельность одному человеку, которого я буду равняться. В принципе, у меня в жизни никогда не было такого идолопоклонничества, когда я любила какого-нибудь певца, блогера, художника. Я художник, и действительно, у меня никогда не было художника, на который я хотела равняться. Даже если это могло быть, знаете, когда мне было лет 10, я все равно понимала, что мне нравится произведение искусства этого человека, что он создает. Я отчетливо раскладывала в своей голове мысль о том, что я не знаю этого человека, и даже если я услышала бы от него при знакомстве какие-то фразы, какие-то факты о себе, я все равно начала бы доверять этому человеку через какое-то время только. Да и то, наверное, пройдя какие-то тоже совместные испытания, дружбы или чем угодно, и тогда бы я действительно могла бы восхищаться человеком. Тогда бы действительно я хотела бы равняться на него. Тогда бы я действительно хотела быть как этот человек, такой же образованный, крутой, классный, интересный, такой же, я думаю, искренний и такой же верный. Но я не знаю этих людей, и вам я могу посоветовать, да я и думаю, что вы без моего совета, наверное, это понимаете. Никогда не надо полностью доверять человеку, которого вы видите перед собой на экране, даже сейчас, не надо мне доверять. Вот. Помните о том, что у вас есть своя голова на плечах, которая может вам помочь, и получая какую-либо информацию с интернета, помните о том, что ее нужно проверить, если вы хотите эту информацию потом использовать в своей бытовой деятельности, в своей жизни или на практике на работе, к примеру. Я могу посоветовать отличную такую вот рекомендацию дать. Читайте больше книг, и старайтесь всегда сопоставлять информацию. Какие-то научные статьи, какие-то даже можно художественную литературу почитать, или литературу всяких, не всяких, а хороших, так сказать, психологов. И это будет, я думаю, достаточно полезно любому человеку. И только потом можно, конечно, начать смотреть каких-то интересных тоже блогеров, знакомиться с их личностями, знакомиться с их деятельностью, с их разборами, как с разборами Лины Диановой. Но всегда понимать о том, что мы живем в эпоху капитализма, и, к сожалению, мало людей, которые готовы на энтузиазм, на одном энтузиазме сделать большую карьеру, которая в карьерах на энтузиазме звучит очень интересно, которые готовы что-то сотворять классное, искреннее, доброе для людей. Вот. Поэтому желаю вам всего хорошего, и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok